Первый том добротолюбия. Авва Исаия. Духовное поучение. Вечный црам перед высшей и низшей нас тварью. Горе нерассудительной и нераскаянной души нашей, потому что по воскресенье мертвых, с воплем и скрежетом зубов, будет она плакать и стенать в грешном теле своем, будучи поражена отчаянием от горьких и болезненных мучений в огне вечном. Горе нам, что в стране изгнания и пришествования любим проклятое веселье, а сладости рай не воспоминаем и царствие небесное презираем. Горе нам, что уподобляемся неродевым дневам в немилосердии и лея для освящения там лампад, здесь резбоготворения ближним не закупаем. Горе нам, что день и ночь воссылаем к Богу молитву, говоря «Господи, Господи!» а не творим, что он заповедал. Горе написавшему эти рыдания, что, будучи повинен во всем написанном, не восприял я и малого вздоха покаяния. Горе болезнующему от других, когда он себя лишает собственных болезнований, а себе не болезнует. Горе нам, что, имея в совести обличение, непрестанно нас осуждающие и против нас свидетельствующие, не устыжаемся и, как подлежащие осуждению и мучению за все содеянное нами, не трепещем страшного суда Божия. 64. Горе нам, что, смердя делами, радуемся похвалам человеческим. Горе нам, что блуждание умом туда и сюда, рассеянность и забвение отнимает страх Божий от сердец наших. Горе нам, что попеченье наше, осует нам, делает сердце наше запущенное землей и притупляет его чувства к духовному. Горе нам, что, будучи носимым и долготерпением Божиим, не бываем мы поражаемы смертью по делам нашим и, однако же, сподобляясь такой милости, сами милостивыми сделать все не стараемся. Горе нам, что не памятуем ныне грехов своих, а когда душа наша обнажится от тела, тогда все их, все и словами, и делами, и помышлениями содеянные, при болезненном и при горьком раскаянии за раз увидим напечатленными и написанными в памяти сердец наших. Горе нам, что, несмотря на объявления апостола всем, что идущий хлеб и пьющий чашу Господне недостойно, суд себе ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, мы, будучи проникнуты нечистотами своими, приступаем к страшным тайнам Божьим, извиняя себя, что соделали в ночных мечтаниях и скверных помыслах, приступающих к Богу с помыслами нечистыми, с очами непорочим, с телом нераспленным, со стремлениями души и тела, и неоскверненными, скольким болезням тела и немощем души делает себя повинным, а потом и вечному мучению, посрамлению беспределным. Горе мне, что пишу я это, горькие проливая слезы, а дела покаяния еще не начинал. Горе мне, что говорю истину, а дел добрых не делаю. Горе мне, добро учащему, добру, на худо делающему. Горе грешащих в властях, потому что горький их примет конец посрамлением вечным. Горе печалящимся в вещах бесполезных, потому что они лишили себя душеполезной печали в покаянии. 75. Горе поносителям и обидчикам, потому что они отчуждили себя от блаженной любви. Горе недоброжелателям и завистникам, потому что они сделали себя чуждыми благости и милосердия Божия. Горе человека угодникам, потому что они Богу угодить не могут. Горе лицеприятникам, потому что они отпали от истины Божией. Горе гордым, потому что они суть на стороне отступника дьявола. Горе не боящимся Господа, потому что они вплетутся во множайшие грехи, и бечуемы будут и здесь, и там. Горе нам, что ужаление и укушение блог, гнид, шеи, мух, комаров и пчелом не терпим, защищаем себя от них. А против пасти великого дракона, жалящего нас и поглощающего, как на поле, и всякими смертоносными жалами пронзающего, не устрояем себе никакой помощи или убежище. Горе нам, что дьявол измождает нас и с властями, и болезнями, и нуждами, и всякими мирскими прелестями, мы же не хотим предстать отзов наших. Горе нам, что тогда, как отступление держится так много лет, и очень многие оставили православную веру, мы ни слезы не проливаем, ни сердцем не болезнуем, ни страстей своих не воздерживаемся, но прилагаем грехи ко грехам, чтобы за злые дела свои, за неверие, за раз получить горькое, вечное мучение в гиене. Горе нам, горе нам, написавшим эти рыдания, что когда подошел уже конец нам, мы, не покаявшись в злых делах юности нашей и не оплакавши их, на старости приложили большие и неподъемные зла и тягчайшие грехи. Горе нам, что даже тягчайших страданий и разных болезней тела не усыждаемся, но коснеем в грехах и с превозношением к должному, с полной невоздержности и распущенности откармливаем свои скверные и грешные тела. Горе нам, что сквозь огонь клокочущие боли волн морских подобает нам пройти, чтобы каждому принять соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Горе нам, что не помышляем об оном мрачном и невещественном огне жжение и о вечном там горьком плаче искрежет из зубов, ибо Бог отымет светлость у пламени, а жгучесть и примрачности оставит в огне для нечестивых и грешников. Горе мне, бедная душа, ибо скорбь мне и непрестанная болезнь сердцу моему, ибо оплакивая себя, должен сказать, зло омрачило разум и закрыло истину. Смерть победила жизнь, земное тленное и превременное заменило небесное, нетленное и вечное. Мерзкая и достойная ненависть и показалась более сладким и любезным, чем истинная любовь Христа и досточестность. Заблуждение, осудивное изгнание и истины выбросило ей из души моей. Печаль вместо радости избрал я, стыд и поношение вместо дерзновения и похвал. Горечь предпочел сладости, земли и пепел ее возлюбил, боли неба и царствия его. Тьма доброненавистного врага вошла в сердце мое и омрачила свет ведения в уме моем. Горе мне, горе мне! Какие сети дьявола объяли меня и запнув с какой высоты повергли долу! Теча истощился я, и поты мои напрасно обливали меня. Кто не оплачет меня? Кто горько не возрыдает о мне истомленном суетными трудами и в пристани потерпевшем крушения. Помилуйте меня, помилуйте меня, помилуйте меня, о, друзья! Иов 19.21. И болезненно умолите благого и незлобого Господа моего Христа. Да умилосердится он надо мною, изгонит эту страшную мглу доброненавистника дьявола с ума моего. Да узрю и я, в каком лежу болоте, чтоб мог восстать, и не хочу. Или уж время мое сокращенное пресекло всякую мою надежду. Нет болезни, боли и болезни моей. Нет раны, как рана моя. Нет раздираний, как раздирания сердца моего. Ибо беззаконие мои превзошли главу мою. Раны мои не раны от меча, и мертвые мои не мертвые от брани. Но разожженные стрелы врага лонзились в меня и ослепили внутреннего человека моего. И вот я утопаю во глубине и не на чем встать. Страх и ужас пришли на меня. Сошла на меня тень смертная. 90. Горе мне. Душа, воззри и увидь настоящее превременно, и спустя немного с горечи и с прискорбностью прийти имеющее, и грядущее ужаснейшее. Помысли душа, от скольких благ и надежд отпадаешь ты, и каких мучений вскоре сделаешься ты наследницей, беспреемственной и безутешной. Почему, прежде чем померкнет над головой твоей свет, предупреди, впреди, и падше, моли и проси подателя вечного света, да избавить тебя от всепожирающего пламени и от бессветной тьмы. Ибо его есть простить грехи и даровать благо нам недостойны милости его. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Правила и советы новоначальным инокам. Брат возлюбленный, если уже оставил ты суетный мир сей и посвятил себя Богу, приноси покаяние о грехах своих и храни принятое тобой намерение. Не слушай помыслов своих, когда они начнут томить тебя, говоря, никак не простятся тебе прежние грехи твои, но соблюдая следующее правило. Не ешь с женщиной, с отроком не входи в содружество, с юным не спи на одной постели, когда скинешь одежду свою, не смотри на тело свое. Открывай болезни свои отцам твоим, чтобы испытать помощь от советов стих. Принуждай себя к плачу в молитвах, и Бог смилуется над тобой и совлечет в тебя ветхого человека. Если будешь жить с братом, каким он скажет тебе, свари, спроси, что хочешь. Если он предоставит тебе выбор, свари, что попадет тебе под руки со страхом Божиим. Когда встанешь от сна, твори молитву, прежде чем возьмешься за какое дело, затем углубляйся в Слово Божие, и тогда уже берись невеностно за дело. Если кто начнет судить брата своего в твоем присутствии, то хотя судимый будет из числа тех, которые тебя самого судят, скажи ему со смирением, прости мне, брат мой, грешен я и немощен, и повинен сам тому, о чем ты говоришь. Почему не могу этого слышать? Если дьяволу внушать тебе начать труд, которого не силен ты подъять, не слушай их. Ибо обычно они наводят сердце человека на такие дела, которые одолеть он не в силах, чтобы потом вернуть его в уныние и посмеяться над ним. И все их начинания без меры и беспорядка. Ех однажды в день, но недосыто. Давай телу своему сколько нужно по требованию природы, по сложению своему. Если захочешь совсем выйти из керии своей, не бери с собой ничего из принадлежности ее, но отдай ее какому-либо бедному брату, и Богу щедрить тебя, куда не пойдешь. 68. Когда молишься Богу, не говори, Господи, возьми от меня это и дай мне это, но скажи, Господи Боже мой, ты знаешь, что для меня спасительно, помоги мне, и не попусти мне грешить перед тобою и погибнуть во грехах моих, ибо я грешный, немощен. Не предай меня врагам моим, я как тебе прибегох, избави меня, Господи, ибо ты моя крепость и упование мое, тебе слава и благодарение вовеки. Аминь. Изречение Абвы Исаия Когда, совершая службу свою, совершаешь ее со смиренно мудрием, как недостойной, то она прията Богом. Если же при этом зайдет на сердце твоя гордостная мысль, и ты примешь ее, и вспомнишь об едином спящем и неродящем, осудишь ее в мысли своей, то знай, что тщетен труд твой. Люби лучше молчать, чем говорить, ибо молчание собирает, а многоглагование растачает. Богач, понимающий дело, скрывает сокровища свои внутри дома, ибо сокровище, выставляемое на вид, возбуждает зависть и наветуется от князя. Так и монах добродетели, но смиренно мудрый, таит свои добродетели, как тот богач, свои сокровища. Много метутся и молвят бесы, когда инок вооружает себя тайным поучением, то есть молитвой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, и чтением в уединении Божественного Писания. Это сокровенное поучение из зеркала ума и светильник совести. Сокровенное поучение иссушает блуд, укращает ярость, отгоняет гнев, отнимает гордость, отревает напраснство, скорбное чувство напраснему, и тлит уныние. Охранение ума. Уму по естеству свойственен гнев на страсти. Без гнева и чистоты не бывает в человеке, если, то есть, не будет он гневаться на все, всеваемое на него врагом. Хотящий прийти в этот естественный уму гнев отсекает все свои хотения, пока не поставит себя в состояние, характеризуемое умом, умное духовное состояние, в котором душа и тело подчинены во всем духу. Станем же возлюблены страхи Божиим, храняя и соблюдая практику добродетелей, не давая притыкания совести нашей, но внимая себе страхи Божиим, пока и она освободит себя вместе с нами, так, чтобы между нами и ею было единение, и она сделалась, наконец, нашей блестительницей, показывая нам все, в чем может приткнуться. Но если мы не станем слушаться ее, то она отступит от нас и оставит нас. Тогда впадем в руки врагов наших, которые уже не выпустят нас из них. Как научил нас Владыка наш, говоря, когда идешь с соперником твоим, то мирись с ним на пути. Говоря, что соперник этот есть совесть, потому что она противится человеку, хотящему творить волю плоти своей. Если он не послушает ее, она предает его врагам его. Когда ум услышит такое воодушевление, тогда смело обращается к врагам и говорит, кто хочет бороться со мной, пусть станет против меня. И кто хочет судиться со мною, да приблизиться ко мне. Потому что Господь сказал, я Господь, Бог твой, святый Израилев, спасающий тебя. Исайя 43. Да приближится ко мне. Сей Господь, помощник мой. Охранение ума, получение преподобного Авы Исайя. 12 пункт, асета 3. Учитель наш Иисус Христос, зная крайнюю немилостивость врагов наших и жалея род человеческий, заповедал, как строго должно держать сердце, говоря, будьте готовы на всякий час, ибо не знаете, в какой час вор придет, чтобы, когда придет, не застал он вас спящими. Стой же над сердцем твоим, внимаясь чувством. Если память Божия соединится с тобою, то легко будешь схватывать врагов, подкрадывающихся, украсть ее, ибо строго смотрящий за помыслами тотчас узнает тех, которые хотят войти, чтобы осквернить его. Они смущают ум, чтобы он развлекся и стал бездействен, отстал от своего делания. Но, зная все лукавства их, хранят себя невозмутимыми, молясь о Господу. Если не возненавидит человек все, что делается в мире, всем, то не может служить и поклоняться Богу, как должно. И во служение Богу что есть, если не то, чтобы ничего не иметь в уме чуждого, когда он молится, ни сласти чувственной, когда богословляет Бога, ни гнева, когда поет ему, ни ненависти, когда величает его, ни злого рвения и зависти, и когда присидит ему и память о нем. Ибо все это мрачное и есть стена, окружающая бедную душу, и она, имея это в себе, не может чисто служить Богу. Ибо она удерживает ее в воздухе, не допускает ее встретить его, предстать ему умно, встанье благословить его, помолиться ему, сладости сердца, да просветиться от него. Ум всегда омрачается и не может преуспевать в жизни по Богу, того ради, что не печется отсекать все сие разумно. Когда ум ревнует избавить чувства душевные от плотских пожеланий и провести их, перевесть как на лодке, в бесстрастие, и самую душу отделить от плотских пожеланий, тогда, если и бесстыдные страсти устремятся на душу, чтобы овладеть чувствами ее и увлечь их в грех, и ум начнет встанье непрестанно вопиять к Богу, то Бог, видя это, пошлет помощь свою и прогонит их в одно мгновение, умоляя тебя, пока ты в теле, не ослабляй сердце своему, ибо как земледелец не может положиться ни на какой хлеб, восходящий на поле его, ибо не знает, что будет из него, прежде чем уберет его в житницы свои. Так человек не может послабить сердце своему, пока есть дыхание в назрях его. Когда кто отделится с левой стороны, тогда верно познает ведь это грешение, которое садилось перед Богом, ибо обычно он не видит грехов своих, если не отделится от них отдалением горьким. Достигшие в эту меру плачут, умножают молитвы, стыдом покрываются перед Богом, упоминая о своем непотребном содружестве со страстями. Будем же подвязаться, братья, по силам нашим, и Бог посодействует нам по множеству милости своей. Если не сохранили мы сердце нашего, как отцы наши, употребим труд сохранить по крайней мере тела наши безгрешными, как требует того Бог, и веруем, что во время голода постигшего нас сотворит он и с нами милость, как со святыми своими. Если ум воодушевиться и решиться с готовностью последовать любви, погашающей страсти телесные, и силой ее не станет опускать ничему неестественному страстям, греху, овладевать сердцем, то он, противостоя таким образом тому, что неестественно, достигает, наконец, того, что совсем отревает его от того, что естественно. «Внимай сердце своему, брат, и бодренно наблюдай за врагами своими, ибо они коварны в злобе своей. Убедись сердечно в той истине, что нельзя делать доброе человеку, творящему злое. Потому спаситель научает нас бодрствовать, говоря, что узкий врата и тернистый путь, ведущий в жизнь, немногие находят его. «Внимай себе, чтобы что-нибудь погибельное не отдалило тебя от любви Божией, удерживай сердце твое и не унывай, говоря, где мне сохранить его человеку, грешнику? Ибо когда оставит человек грехиство и обратится к Богу, тогда покаяние его возрождает его и делает его всего новым». 23. Божественное Писание, ветхое и новое, повсюду говорит о хранении сердца. Иных должен разуметь цель Писания «Кому оно что говорит и для чего?» должно ему также постоянно держать труд подвижничества и, внимая различным прилогам противоборства, подобно искусственному кормчему, уметь переходить мысленные волны, управляясь благодатью, чтобы таким образом не совращаясь в пути, но себе единому внимая в безмолвии беседовать с Богом, нерассеянным помыслом и непытливым умом. Время требует от нас молитвы, как кормчиво ветры, треволнения и буря воздушные. Мы способны принимать прилоги помыслов и добрых, и худых. Ладыка и страстей именуется и есть благочестивый и боголюбивый помысл. Нам, безмолвникам, должно внимательно и трезвенно различать и распределять добродетели и пороки. Какую добродетель держать в присутствии братья и отцов и какую исполнять, когда бываем наедине, и какая добродетель первая, какая вторая, третья, также какая страсть есть душевная и какая телесная, и какая добродетель душевная и какая телесная, и все. Из-за какой добродетели гордость поражает ум, из-за какой тщеславие прирожается, из-за какой подходит гнев, из-за какой чревоугодие нападает. Ибо мы должны излагать помышления и всякое превозношение, влиняя в разум Божий. Первый добродетель есть беспопечительность, то есть умерствие от всякого человека и всех дел. А от нее потом рождается желательное стремление к Богу. Это рождает естество гнев, естественно, который восстает против всего, всеваемого врагом. Тогда находит в себе обитель в человеке страх Божий, действием же страха расплывается потом любовь. Надо, говоря и молитвы, прилог помысла отвращать от сердца благочестивым противоречием, чтобы не оказаться нам устами Богу молящимися, а в сердце помышляющему неуместное. Не принимает Бог обезновника молитвы, расхищаемой помыслами и небрежной. И Писание всюду заповедует хранить душевные чувства. Если срамота все и не будет сердце твое, когда сидишь в келье своей, смотри, противостань злу, чтобы иначе оно не овладело тобою. Постарайся помянуть Бога, что Он внимает тебе, и что перед Ним открыто все, о чем помышляет сердце твое. От этого вещания откроется в душе страх Божий. Если ты прибудешь к Ним, то будешь неподвижен в страсти, не увлекут тебя страсти. Как написано, надеясь, если на Господа, как гора Сион, не подвигнется вовек живущий в Иерусалиме, и во всяком деле, которое делаешь, содержи в уме, что Бог видит, всякий помысл твой, и никогда не согрешишь Ему слава вовеки. Аминь. Глава о подвижничестве и безмолвии. Ты, добродетели, суть всегдашней блюстительницы ума. Естественное Ему стремление, мужество и безленостность. Труд, нищета, странищество, злострадание и молчание рождают смирение, а за смирением прощаются все грехи. Глава о подвижении. Стоять разгородилась. То враги, если хотят войти в город, все внимание свое обращает на этот пролом, чтобы через него войти. Стражи, хоть и стоят у ворот, но противостоять врагам не могут. Если невосстановлена будет разоренная часть, так невозможно монаху противостоять врагам своим, когда им обладает какая-либо страсть. И не может он достигнуть меру совершенства. Святой Марк подвижник. Святой Марк подвижник принадлежит числу знаменитейших отцов египетских. Но об обстоятельствах жизни его мало что известно. Палладий, видевший его лично, говорит, что он был нрава крайне тихого и кроткого, так что в этом никто сравниться с ним не мог. И что с юности отлюбил он изучать Святое Писание и так хорошо освоился с ним, что знал наизусть Ветхий и Новый Завет. Это же повторяется и созамент в истории церковной, книга 6, глава 29. Строгость, жизнь и чистота сердца поставили его на высокую степень духовного совершенства. Святой Маккарий Александрийский свидетельствует, что особенной милости Божией к нему во время пресечения святых тайн, которые указывают на великую силу веры святого Марка и на пламени любви его к Господу и на смирение его крайнее. Святой Марк жил более ста лет и почил, надо полагать, в начале пятого века. Но он жил и обращался с первыми преемниками жизни и учения святого Антония, а может быть и с самим Антонием. Благодать Божия, опыты жизни и изучение Слова Божия сделали его глубоко ведущим тайной духовной жизни. Не скрывал из его таланта, он учил и писал много, но до нас зашли только некоторые его писания. В настоящем сборнике берем то, что находится в добротолюбии, в наставлении Марка Подвижника, послание Киноку Николаю, возлюбленному сыну Николаю. И прежде много заботился ты о спасении своем и великом попечении о жизни и по Богу рассказывал нам все о себе. Каким горячим стремлением вознамерился ты прилетиться к Господу, строгим житием, воздержанием и всяким другим самоумерствлением, подвязаясь в бдениях и прилежной молитве, какие также брани, и какое множество плотских страстей возжигается у тебя в теле и восстает на душу от закона греховного, противовоюющего закону ума нашего. Особенно же плакался ты нам на то, что тебе крайне стужают страсти гнева и похоти, и искал какого-либо способа и словесного наставления, какие надо употребить труды и подвиги, чтобы взять верх, стать выше над сказанными пагубными страстями. В то время, сколько было можно, в лице любви твоей предлагал я душеспасительные мысли и советы благоразумия, показывая, какими трудами и какими подвижническими усилиями душа с рассуждением и просвещенным ведением, разумно по Евангелии живущая, может, будучи верой ради вспомоществуемой благодати, преодолеть ключом бьющее внутрь сердца злые помыслы и чувства. Особенно же указанные страсти. Ибо по духу, каких страстей ради предрасположения к ним и свычности с ними окачествовалась душа, будучи не особенно возбуждаема, против них должна она и восприять и подвиг непрерывно тщательнейший, пока не покорит плотские и бессловесные воздействия в лечении греха, которыми прежде была покоряема, увлекаема и отводима в плен через внутренние с ними мыслях сосложения, вынужденное частным вспоминанием хода их помыслов и страстное с ними собеседование. Вот с чего, сын мой, должен начать ты спасительное по Богу устроение жизни твоей. Незабвенно и преснопамятно надлежит тебе содержать в уме своем, с непрестанным размышлением все бывшие и бывающие с тобой промыслительные действия человеколюбивого Бога и все благодеяния у вас спасения души твоей и никак не позволять себе по причине ли омрачения злым забвением наводимым врагом или по причине разлинения не памятовать о многих и великих его благодеяниях. И поэтому бесполезно и благодарно проводить остальное время жизни. Ибо такие воспоминания, как пастень, колючая игла, какой, уязвляя сердце, подвигают его всегда к исповеданию щедрот Божиих, к смирению, к благодарению сокрушенной душою, к радению о всем добром, к стяжанию воздаяния за благодеяние благих нравов и обычаев и всякой по Богу добродетели, вследствие углубления добросовестной мыслью, следующее пророческое слово, «Что воздам Господеве о всем, что Он воздал мне» в Солом 115.3. Когда душа приведет на ум все от рождения все благодеяния, к ней человеколюбивого Бога, равно как и то, от скольких бед она многократно была избавляема, или сколько в парше беззакония, и на какие произвольно поскользнувшись в прегрешение не была праведным судом предана на погибель и смерть, прескившим ее духам, но человеколюбивый владыка, долго терпеливо, презирая ее прегрешение, хранил ее, ожидая ее обращения. И тогда, как она самоохотно работала через страсти врагам и злым духам, он питал ее, покрывал, и всячески о ней промышлял, и, наконец, с благим мановением наставил ее на путь спасения, вложил в сердце любовь к подвижнической жизни, воодушевил с радостью оставить мир и всю прелесть плоских его утех, украсил ангельским образом подвижнического чина и устроил удобное принятие святыми отцами в состав братства. Когда приведет все это на ум душа, то кто, имея добрую совестью руководимую мысль и размышляя обо всем этом, не пребудет навсегда в сердечном сокрушении.